Практическая психология Практически. Смотрите, тема «Как выйти замуж». И она навеяна не просто так, что мы взяли и решили её озвучить. Дело в том, что очень много личных сообщений, очень много писем приходит о том, что для женщин, для современной женщины это стало настоящей проблемой – выйти замуж. Как вы думаете, с чем это связано? Да. Вообще проблема, на мой взгляд, демографическая. У нас очень нестабильная ситуация в стране. Сами знаете, да? Войны, экономическая ситуация, которая лечёт за собой и тюрьмы, и определённое маргинальное состояние понижения уровня. Всё это ведёт именно туда. Наркотики, пьянство – это вот именно о количественном и качественном понижении уровня. И в большей степени, конечно, податым мужчинам, потому что они в социуме находятся. Если женщина находится в большей ситуации дома, внутри себя, с детьми, в работе, где-то в таких более-менее тихих местах, то мужчины идут в большей степени именно на передовые и… И там погибают. И там погибают, причём лучшие и более сильные, более рисковые и смелые. Ну и, наверное, ещё история тоже дала о себе знать. Скажите, пожалуйста, есть ли правильно воспитывать девочку? Вот в семье родилась девочка. Как правильно вот эти акценты расставлять, чтобы у неё были нормальные представления о том, что я там заканчиваю школу, может быть, там институт, да, и часть, важная часть моей жизни – это замужество? Ну, слава Богу, у меня есть и мальчик, и девочка. И уже взрослые как раз в периоде предбрачного состояния. Уже внуки есть у старшего, а младшие тоже работают уже во всю. И есть на что переться. Так вот, я считаю, что если, как говорят имя девочки, то нужно понять, что здесь нужно и опираться на свои ноги, но не забывать, что ты девушка-женщина, и будущая мать, и свои природные потребности, они в любом случае будут и есть. И их тоже нужно смочь реализовывать. Но другой момент, что у нас как бы история наша, наша культура, она патриархальна, а по сути своей она матриархальна. Так. То есть опираться на патриархальные устои на сегодняшний день крайне сложно. Хотя мы были, в принципе, воспитаны, взрослые в своей культуре именно на этих основах. Данность такая, что матриархальные основы на сегодняшний день лидируют. И поэтому женщины, как нужно самой себе смочь обеспечить, не сильно надеясь на то, что возлагаю на мужчину, и там всё будет хорошо, так и быть, суметь быть в семье. То есть это получается опираться на обе ноги. И на рациональное, где она сама за себя может постоять и обеспечить, и на семейное, на мужа, и, в принципе, попытаться продвинуть его вперёд, чтобы он всё-таки был мужчиной, реализовывался как мужчина, как глава семьи. Хорошо, вот смотрите, письмо буквально, да, я не буду его зачитывать, а расскажу общими фразами. Девушка пишет о том, что ей 37 лет, и она ни разу не была в отношениях. Обвиняет всё в своих родителей, которые постоянно ей говорили о том, что, там, образно говоря, Рита, не это главное. Главное, чтобы ты хорошо закончила институт, устроилась на работу, чтобы ты могла сама себя обеспечить. И вот она, проживая этот сценарий родителей, уже кричит, мне столько лет, и я ни разу не была уже, мои подруги уже много раз вышли замуж, развелись, уже нарожали детей, они знают, что такое вкус жизни, семейной жизни. А я до сих пор этого не познала. И, как бы, такое у неё обращение к тому, что, если у вас в семье есть дочка, то говорите ей прежде всего о том, что она должна выполнить функции деторождения и стать женой и матерью, потому что нет ничего важнее, потому что карьера – это приходящее и уходящее, и на этом всю жизнь строить не стоит. Это правда. Более того, мне сейчас вспоминаются слова одного нашего кировского тоже финансового человека, который сказал, что пускайте женщину в бизнес, пускайте, для того, чтобы она познала, что такое есть структура дела, конкретного проекта, а потом пошла в семью, уже зная, как работает мужчина и как устроен этот проект, чтобы этот проект сделать в семье. Тогда она будет более правильно это всё руководить. И если вернуться к той девушке, у меня вопрос, а она вообще в отношениях была или только не была в семейных отношениях? Ну, вот написано было так, что вообще не была в отношениях, то есть вот 37 лет, а никаких отношений не строила. Это печально, конечно же, и странно, почему так долго она с этим вопросом сидела. Почему раньше этот вопрос у неё не звучал, и по-хорошему просто ей не дали пинка, что-то с этим сделать. Ну, и ещё тут мы, наверное, должны вернуть и ответственность, да, потому что если вы, например, в 17 лет слушаете своих родителей и проживаете там до 30 лет даже по сценарию родителей, то уже в 37 лет вы себе ответственность берёте на свои плечи и понимаете, что... Да, вопрос, откуда начинается, с какого возраста начинается ответственность за себя. Да, с какого, кстати? Ну, я своим детям говорила, вот в 18 лет, это уже начинается ваше взросление. Всё, мои качества, мои функции разделя здесь снимаются, извините. Всё, что могла вам дать, я дала, если что-то ещё смогу помочь чем-то, ради Бога. Но сейчас вы сами. Естественно, они начинали не с 18 лет, они начинали раньше, потому что ответственность постепенно передаётся, а не вдруг, Бог. Но вот этот возраст взросления, он начинается с 18 лет. Начинаем отсчитывать прямо. 19 – первый год взросления, 20 – второй год взросления и так далее. То есть 37 лет – это что значит? Это уже приличное, должно быть уже подростковое состояние вполне во взрослой жизни, да? И там должно быть уже реализация себя как и в обществе, социуме, что-то такое там. Да, конечно же. А если этого нет, то, ну... Ну, тем не менее, есть в этом письме зёрна, такие разума, да, что не всегда, наверное, надо девочку в семье настраивать именно исключительно на карьеру, на науку, на образование, на что-то такое, да? Надо и отводить большую часть, наверное, воспитанию именно культуры семьи. Хорошо, что есть такие программы сейчас, и много сейчас о психологии говорится, где есть возможность слышать не только родителей своих, но и другие альтернативные мнения. И уже сопоставлять свою данность с тем, что предлагают другие альтернативные мнения. Тогда переходим к следующему вопросу, Лариса. А ведь очень многие говорят о том, что сейчас институт семьи как таковой, это всего лишь пережиток прошлого. Что сейчас, например, в Европе, я знаю, что в Германии партнёрство, которое официально не зарегистрировано, оно признано официальным партнёрством. У нас тоже очень много гражданских браков. Как вы думаете, всё-таки современная женщина, девушка должна себе ставить цель, чтобы быть официально женой? Или же довольствоваться в роли сожительницы и быть в гражданском браке? Сожительница, да, сожительница, грубое немножко слово, тяжёлое, да, и обидное, и поэтому пытаются каким-то образом тоже либо заместить, либо назваться иначе. У меня вопрос вот такой, а для чего мы регистрируем брак? Именно как брак, как семья, как свадьба и всё остальное. Лично я своё мнение скажу, вы скажу здесь. Брак нужен, регистрация нужна, регистрация отношений. Там, где есть уже хозяйственные отношения, есть дети. Когда понимаешь, что мы создаём определённое пространство, определённое место, где мы вкладываемся, куда вкладываемся, где рожаются и растут наши дети, это нужно регистрировать, потому что, во-первых, это даёт определённые границы, ставит и для матери, и для отца уже семейства, и для детей. Они понимают, что они в чём-то находятся, они просто непонятно как безграничное состояние. И это несёт за собой определённые ответственности. И если, не дай бог, это случается, разводов у нас на сегодняшний день много, у нас есть на что опираться при разводах, разделе имущества, и более-менее сделать это не так сильно плачевно или эмоционально тяжело, с потерями финансовыми и эмоциональными в том числе. Поэтому это нужно в большей степени для фиксирования определённых взаимоотношений. Ну а с психологической точки зрения, как Вы считаете, женщина может быть счастлива в гражданском браке? И может ли она сказать, я замужем за этим человеком, если её брак не зарегистрирован? Разве счастье женщины зависит именно от того, что где она и как? Разве счастье вообще человека рождается не в нём самом, и он не создаётся вокруг себя? Вот интересные, хорошие вопросы задаёте, потому что очень часто слышишь такое, да? Я живу с молодым человеком уже на протяжении 10 лет, он никак меня не зовёт всё замуж, родители меня всё время как бы шутят, мне эти шутки не нравятся, что это такое, на каких-то тут правах. И вроде бы счастлива с человеком, да? А вот мнение социума имеет большое значение для девушки. И в итоге получается, что она раскачивает вот эту самую лодку, всё хочет замуж, а замуж её не зовут. Есть ли какие-то такие правила, которые для нас, как для женщин, являются такими знаковыми, что вот если тебя там, я слышала примерно, если тебя там 3 года не позвали замуж, то я считаю, что ты так и останешься в роли гражданской супруги, потому что там уже все остальные стороны, на которые ты могла там опираться, ты их уже потеряла. Ну, здесь два вопроса на самом деле озвучат. Первый вопрос связан с тем, что откуда же я вообще, что является законом для меня, какие правила для меня являются законами, что есть основа моя внутренняя для того, чтобы действовать каким-то образом. И второй вопрос связан с тем, а когда же меня позовут замуж, и где вот эта граница, да, мы идём в семью или так и продолжаем жить просто совместно, как в паре. И если, вот я пока второй вопрос отвечу, в том смысле, что, да, если пройден определённый критический период, даже не критический, просто какой-то период, где не позвали замуж, скорее всего, это не произойдёт. Опять же, по моим интуитивным ощущениям, период где-то полгода-полтора, до двух лет точно, до двух лет, потому что, опять же, уже известная вполне распространённая информация о том, что вот эта сексуальная близость первая, когда, допустим, когда вот идёт всё на эндорфинах, на гормонах, физика, химия вся здесь включается, он действует, ну, где-то в среднем полтора года, да, ну, там три максимума при очень сильном. И если уже мы выходим за этот период, когда гормоны вот падают, да, и химия падает, там либо переход идёт в привычку и какое-то продолжение укоренения отношений, да. Мне удобно с тобой, да. Мне удобно с этой женщиной, я хочу быть с ней. И уже зачем нам жениться, если нам и так удобно, и так хорошо, и вот. А когда нам скажут, а давай жениться, и всё, он говорит, он пойдёт влюбиться в другую. Ага, опять физика, опять химия, да, 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 да. Опять новое ощущение. Вот, то есть он не перейдёт вот внутренне, в голове своей не перейдёт в состояние мужа и главы семьи. И может легко просто вот так выйти и сказать, до свидания, у меня вообще сейчас будет начнётся другая, крутая, классная эмоциональная история, тут закручу, а тут, ну, зачем мне это нужно? Всё. Так вот поэтому вот два года уже критический вариант. Хорошо, тогда давайте попробуем, так как у нас программа называется «Практическая психология», дадим рекомендации, да, каким образом мы можем оценивать ситуацию, вот я люблю этого человека, я хочу за него выйти замуж. Что женщина может предпринять в таком случае, если вот сейчас ещё полтора-два года, да, как можно мужчину подвести к мысли с точки зрения психологии, что я единственная, неповторимая, и именно я буду твоей женой? Ну, вот у меня, так как я являюсь тренером и по продажам, и вообще по взаимоотношениям, то есть пересекать. А, кстати, насчёт продажи, да, это же надо женщине, девушке уметь правильно себя подать, продать, ну, пусть это вот в хорошем смысле слова, да? Да, именно так. Подать и продать. Продать в качестве жены и купить мужчину в качестве мужа. Мы не забываем, что мы и покупательницы тоже, да, с этого не нужно скидывать с весов. Поэтому здесь вот как в товаре, есть ли товар, может быть, залежалый. Но если покупатель ходил, ходил, ходил и не купил никак этот товар, то, я не знаю, кто-то возьмёт, из других продавцов перебьёт интерес и всё. Так вот, каким образом заинтересовать? Знаете, это нужно постепенно. Вот в продаже существует вот такой постепенный рост градуса интереса. И если мы этот рост градуса интереса не довели до продажи, там пойдёт уже выбор из двух зол меньше и так далее. То есть история такая будет уже не совсем красивая, кривая немножечко. Вот, но каким образом вот этот градус повышать? Ведь начинается всё, в принципе, с момента, когда она ещё вообще одна. В чём суть? Когда мы себя как нечто красивое, интересное, замечательное, ценное начинаем формировать, мы ещё одни находимся. Мы внутри себя должны понимать, что мы ценны и чем мы ценны. В чём наши плюсы, в чём наши вкусности, красивости, привлекательности, какая девочка и всё остальное. Вот это у нас уже должно быть где-то там заложено и родителями, и процессом вот этого взросления. Вот, и когда идёт вот этот момент, накопилось, вот есть состояние «хочу влюбиться», и идёт вот этот вот выход в люди, знакомство, я привлекаю к себе внимание. И вот это то, что она начинает флюидно себе свою проявлять, заинтересовываться собой, к ней привлекается, вот и пошёл постепенно рост. Даже в продажах мы просто начинаем забрасывать «здравствуйте», делать вбросы «а, как вам это, как вам это?», то есть тихонечко завлекать покупателя к себе, чтобы он, озираясь по сторонам, вдруг остановился на вас почему-то. И ему захотелось в вашу сторону сделать шаг. И вы здесь не теряетесь, и дальше раскручиваете ещё сильнее. И дело в том, что нужно, естественно, сделать какой-то даже ажиотаж в этот моменте, что есть и другие, и заинтересованные желающие обязательно, так называемая «собачья свадьба». Интересно звучит, но тем не менее это так, потому что, когда есть ажиотаж, хочется этим… Оплодать. Оплодать, это интересно, а что же здесь такого? То есть уже на автомате включается этот интерес и погоня. Вот когда повышаем градус тем, что мы привлекаем внимание, заинтересовываем собой и начинаем выбирать. Выбираем, опять же, для себя того клиента или того мужчину, или тех мужчин, которые наиболее в тебе заинтересовались. То есть, например, возьмём, там, пять человек, грубо говоря, там, ну, десять даже. Хорошая собачья свадьба, да? Чего вы мне не позволить себе? Из них ориентировочно в процессе отбираются три, которые наиболее заинтересовали. И они тоже тобой заинтересованы. И начинается уже узнавание, более глубокое узнавание его и себя, показ себя. Я себя показываю, я себя демонстрирую, я себя презентую, я узнаю, что он хочет. А есть ли у меня то, что он хочет? Это вот таким вот образом можно сделать. И вот мы как к своей товару, к своей возможности, способности начинаем показывать, как это можно вот здесь приложить, как это можно использовать, чем это будет вкусно. И так же мы познаём его, мы так же его покупаем, так же его изучаем, смотрим. Потому что для женщины ведь тоже очень важно, да, какой я, какой мужчина будет рядом со мной. Конечно, нужен тоже стимул, нужна мотивация. Иначе, если тебе неинтересен мужчина, ты не будешь это делать. Конечно. Потому что, ну, зачем интерес, если мужчина неинтересен? Это очень быстро история проходит. Выкобенилась, повытряхалась немножечко, показала себя замечательно и сбежала. Столько случаев, столько случаев уже таких было. Ну, вот, и если продолжить эту историю дальше, то вот этот момент накаливания, накапливания себя как жены, то есть когда уже начинается состояние «мы пара», когда выбирается из трёх один, и там есть свои определённые фишки, каким образом мы это делаем, ещё чего-то мы делаем, то в этой паре уже идёт игра в жену. То есть он тебя уже выбрал, вы ещё не в регистрации, ещё не семья, но вы уже как пара. Он тебя выбрал, ты его выбрала, идёт игра в мужа и жену. И вот здесь вот некая такая вот практика, тренировка, посмотрите, как это приладить, да, такой гарантийный срок своего рода. То есть вот этот, как они называют очень часто молодёжь, мы временно попробуем пожить, да? То есть с точки зрения психологии вы не против вот этого, да? Я не против, я считаю, да, что лучше попробовать, посмотреть, как, что, подправить какие-то вещи, если да, то перейти, но просто не затягивать. Вот как вы, кстати, относитесь, сейчас набирают обороты, да, вот эти предбрачные консультации. То есть когда пара юных созданий приходит к психологу и говорят, вот вроде бы мы хотим создать семью, можно ли вот посмотреть, как вы думаете, оценить вот наши там, какие плюсы, какие минусы, как мы сможем вообще создать, сможем ли семью? У вас было такое в практике? Наверное, да, больше да, чем вот. Ну, вспоминается смутно, но когда вы сейчас сказали, что приходят такие семьи, я очень рада, я прям аплодирую стоя, что эта практика начинает раскручиваться, потому что я такой практики ещё мечтала лет 10 назад, потому что я знала, что это нужно делать, нужен контракт между двумя, которые ещё вот только собираются, они должны с помощью специалиста познать друг друга лучше, а они не знают как, просто не знают как. Ну, или даже просто договориться о том, да, от берега отплываем, в каком направлении плывём и к чему мы это с тобой делаем, для чего? Да, сделать это на берегу, то есть представить, что мы поплывём, если мы поплывём, то как это будет? Вот это вот нарисовать какую-то схему, договориться о каких-то правилах игры, об условиях, что ещё, и если, скажем, да, делать какие-то тренировочные форматы, чтобы можно было потом ещё выйти снова на берег, обсудить, что получается, что не получается, скорректировать. Ну, и в процессе там это всё было. А уж когда уже большое плавание пошли, то понимали, ради чего, почему мы вместе, за что мы можем держаться, на что мы можем переться друг в друге. Потому что там уже право на ошибку, что называется, страдают дети. Не только мы сами, но и дети. А это, они не виноваты в этом, мы не имеем права их в это погружать. Лариса, скажите, часто бывает такое, что вообще женщина делает предложение мужчине. Она говорит, ну, я уже хочу замуж, бери меня, возьми. Вот как к этому можно, как к этому вы относитесь, да, и как вы думаете, с психологической точки зрения, это вообще имеет место быть? Это каким-то образом не обижает мужчину? Это не пугает его? Пугает не то, что говорят, а пугает то, как говорят, да? Тогда как правильно подвести мужчину к замужеству? Я хочу сказать, что отношения, область отношений, это поле женское. Она в нём более филигранна, более умела и более заинтересована. Поэтому замуж в основном в большей степени зовут женщины. Вопрос, как зовут, да? То есть иногда бывает так, что мужчина и не понял, как уже сделал, предложил, да? Да, да. Она аккуратненько его подвела к тому, что вплоть до того, что это, может быть, могут быть провокации, что вот меня кто-то там уже зовёт и всё, и вот эту самую конкурентность включить. Он говорит, нет, моя никому никак, что моя? Вот меня зовёт замуж, и всё, пошли замуж. Я тебя тоже теперь зову, да? Да. Поэтому здесь манера, способ сделать красиво, по-женски красиво. Это да, и женщина-то может сделать. И если мужчины, которые не понимают это всё, есть такие мужчины. Да, что намекаешь, 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 а он... Да, вот такие мужчины, наверное, как раз прямые варианты нужно говорить. Опять же, даже если сказать, что так, я хочу замуж, то можно сказать, я хочу замуж, а можно я хочу замуж. Вот прям хочу, замуж, и всё. Я хочу замуж, всё, всё, да, я хочу и всё. Хорошая интонация. То есть от интонации тоже очень многое, что зависит. Итак, если девушка, например, учится в школе, да, и мальчишки не обращают на неё внимания, дальше она вот с таким же комплексом идёт в институт, там ещё куда-то, да, и тоже не в школе не дружила с мальчиками, не тут в институте как-то отношения не строились ни с кем. Поэтому что мы можем предложить взрослой женщине, которая без опыта отношений, да, но, тем не менее, очень хочется их? То есть как действовать? Приходите на консультацию, приходите в работу. В принципе, это, ну, вот по моим ощущениям, для того, чтобы вот начать вообще столкнуть ситуацию, это до 10 сессий можно сделать, и по сроку это, скажем, ну, так, максимум полгода, то есть если по-хорошему работать, то можно сдвинуть, столкнуть, а не сидеть дальше ещё неизвестно сколько лет. Я думаю, что это стоит того. Ну, то есть эта тема всё-таки идти к психологу, да? Или же эта тема сообщать друзьям, вот, может, какие-то такие практические моменты мы с вами тоже посмотрим, да? А вы думаете, она не сообщала друзьям об этом раньше, если она даст столько времени уже вот-то всё? Думаете, она об этом не знает про себя, что у неё там ей тяжело? И внешняя вода, она выдаёт одну информацию, а на самом деле там внутри другая информация. И если никак не идёт, и это уже приличный срок, то бегом просто, бегом туда, к тому человеку, кто тебе вот поможет с этим. Пусть это будет не психолог, пусть это будет, не знаю, мамина подруга, но которая понимает в этих вещах, что-то натолкнёт, каким-то образом потолкнёт, но лучше психологу с грамотной работой. Просто доверьтесь, попробуйте. Хорошо. Как вы относитесь к такому виду знакомства, как, например, интерактивное? То есть вот сайты знакомств, ещё чего-то. Как вы, как практикующий психолог, можете порекомендовать, каким образом там себя презентовать, каким образом там создать ажиотаж? Тоже легко. Сейчас же всё это очень популярно. И нужно, знаете, вот всегда нужно понимать, кто я, и что я хочу. Начать нужно с этого. И когда вы выходите на базар, а там базар, огромный большой базар, вам будут предлагать всё, что угодно, вас будут воспринимать как угодно, но вы должны выдать определённую картинку о себе такую, что я реагирую на это, я вот такая, я хочу этого, а всё остальное, извините, не ко мне, вы ошиблись. И спокойно воспринимать, потому что вот тут будет элементарно, базар без границ. То есть очень часто женщины, например, приходят на консультацию и говорят, да, мы пробовали знакомиться на сайте знакомств, но вот прямо такое ощущение, что там как будто все силы только оставили, а ничего интересного, достойного себе не нашли, не встретили. Ну, знаете, вот... С каким настроем женщина должна выходить на сайт знакомств? Знаете, вот это что называется, либо видеть плохое, либо видеть хорошее. Вот и всё. Если ты настроена и уже включен у тебя негативный взгляд на вещи, ты будешь видеть плохое. Если ты будешь понимать, что есть плохое, есть болото, а есть кочки, ты будешь прыгать на кочке. Но кто выбирает, тонуть в болоте или сидеть на кочке, на вершине, чтобы к тебе ещё другие подбирались, потому что здесь сухо, красиво и замечательно. Хорошо, понятно. Тогда давайте перейдём к такому вопросу. Как вы считаете, необходимо ли девочке, ещё вот в таком возрасте, когда она учится в школе, рассказывать всем те премудрости. Вот раньше же у нас как, да, бабушка рассказывала там внучке, как вот там она с дедушкой встретилась, как вот там вот, что нужно сделать, чтобы быть хорошей женой. Сейчас мамы сильно себя не утруждают по этому поводу, да. Делай как я, тебя будет или так же, или будет ещё лучше. Но тем не менее, ваша точка зрения. Как нужно разговаривать с девочкой, чтобы она имела чёткие ориентиры на будущее? Вот если мама будет говорить, делать как я, и как что-то показывать, это одно. Дело в том, что девочка всё равно осознанно, неосознанно снимет тот сценарий, который есть на самом деле. Что бы там ни говорили родители, мы снимаем то, в чём мы живём. Он впитывается, как солёный огурец, несолёный, положили в банку с рассолом. Он просолился просто потому, что это банка с рассолом, и всё. Поэтому если говорить о вот этом самом воспитании, что ещё, мамочки, пожалуйста, позаботьтесь, сделайте так, чтобы девочка снимала с вас правильные, красивые, нужные ей сценарии. Те, которые хотели бы, чтобы она это имела. Живите так, как хотелось бы, чтобы ваша дочь жила. Вот что я рекомендую. Это самое правильное. Всё идёт от родителей. И если мама себя подправила, а возможность для этого на сегодняшний день есть, у неё и дочка будет примерно что-то похожее, близко к этому. Ну и, естественно, показывать те фильмы, кино, которые сейчас... В принципе, всё идёт через интернет, фильмы подростки. Показывайте правильные мультики, если мы вот такой маленький ребёнок. Рассказывайте, что и как, если вас волнует, что будет с ребёнком потом. Потому что мы через мифы, через эти образы, сам понимаешь, впитываем настолько глубоко. И бессознательное там, которое у нас впитало всё в себя, вот то, что вокруг происходит, оно нам потом выдаёт. Мы думаем, что вот... Ага, пойду я сейчас научусь, она мне скажет, я где-то прочитаю книжку, там интернет что-то прочитаю, но уже делать так. Мы всё равно сделаем так, как есть бессознательно в нашем. То есть получается, что если девушка видит, что у неё мама в браке несчастна, то у неё есть велика вероятность проиграть этот сценарий, да? Да, очень велика вероятность. И спешить-то некуда ей, она же видела, что мама несчастна в браке. Тогда зачем ей спешить вообще в это самое замужество? Вот, вот. И скорее всего будут говорить девочки такие, а зачем, куда, я вот видела, как живут. Ну, а сама, что ты хочешь? Есть ли другие картинки, образы, на которые ты смотришь, взгляд останавливается, кино смотришь, тебе нравится, и у тебя глазки зажигаются, и ты вся там. Есть такое? Есть. Если ты это хочешь, хочу, значит, дорогая моя, давай что-то пересмотрим, давай что-то сделаем здесь для того, чтобы вот ты повернулась в ту сторону, которая тебе более интересна. Вот, знаете, встречала людей, которые говорят, ой, у нас вообще все женщины там по женской линии, все несчастные, да? И она говорит, с каких пор я-то должна быть такой, да? И тем не менее, выходя замуж один раз, второй, третий, она говорит, у меня на самом деле каждый последующий муж все лучше и лучше, да? То есть вот тут она уже берет сама на себя, что вот, вы понимаете, это же мой выбор, я выбираю этих мужчин, поэтому они достойны меня. Поэтому все меняется, да? Не обязательно нам нужно проживать сценарии прошлых и наших предков. И я думаю, что мы, пожалуй, на этом в короткой версии нашей программы практической психологии остановимся. Сегодня с нами Лариса Свитнева, практикующий психолог, тренер. И разговаривали мы о том, нужно ли современной девушке выйти замуж и вообще как это сделать. Лариса, расскажите, пожалуйста, вот есть какие-то определенные, уже, наверное, тоже психологи изучили, да, какие-то определенные этапы есть до замужества и во время замужества. Что это за этапы, как их проживать, как их проживать грамотно? На самом деле, да, действительно, есть понятие, что такое семья и какие там определенные уклады. И они каким-то образом уже, ну, опять же, по сценарию родителей, они где-то в голове есть. Но ввиду того, что вот это состояние предзамужества, до замужества, оно еще по-хорошему неосознанно, не проявлено, как определенный этап, и он как-то немножечко замыливается и неосознанно. Поэтому я вот, у меня здесь перед нами лежат два листочка. Это поле предзамужества, когда женщина говорит, так, девушка говорит. Хочу замуж. Хочу, хочу, да, нужно в этом плане делать, да, вот уже вроде получилось, и уже работа есть, и вот нужно двигаться в эту сторону, там и часики биологические, так называемые, чирикают. Но уже как-то, да, задумалось. И вот это поле предзамужества, на нем есть тоже определенные этапы. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять этапов. А можно их озвучить? Да. Первый этап – это подготовка. Вот то самое, когда вот я вот создаю, я понимаю, что я хочу, и понять, а что же я хочу? А где я сейчас нахожусь? Ведь, вот смотрите, есть, допустим, у меня пуговки лежат, есть девушка, например, молодая, замужем еще не была, 20 лет, например, ей, да, вот она дома для себя, студенточка, да, у нее какие-то такие вот есть мысли про свадьбу, что-то еще, вот. И что там будет в семье, она не сильно, может быть, даже задумывается, потому что еще, ну, не возраст сильно задумывается. Просто хочется праздника, просто хочется, чтобы быть любимой, да, вот такое состояние. Вот, и мы понимаем, что, ага, это вот девочка-светланка, которая вот хочет замуж, свадьбу, и чтобы ее там на руках носили. Белое платье. Да, белое платье. Вот, есть, например, тугая девушка, которая лет 25, она уже выучилась, уже работает, и у нее ситуация такая, так, что-то нужно с этим делать, а отношения как-то непонятные, какие-то есть, но ничего не конкретно, вот уже задумывается. И у нее, ввиду того, что она более уже взрослый человек, она уже задумывается о том, как я буду вот в этом жить, что я хочу. Вопросы другие совсем задает. Никакой платье мне одеть, да? Да, да, а уже интонация другая, задумывается о большем, дальшем. Есть девушка, например, возьмем 32 года, у меня, когда, будучи с Вахой, приходили именно такие, которые пересидели свое состояние молодости и не вышли замуж, и нужно каким-то образом, и там включается такое, что я уже много чего знаю в этой жизни, я уже как-то привыкла жить, и мне вообще-то уже вот прямо предел нужно замуж где рожать, и давайте, помогите, пожалуйста, мне найти кого-то. И уже подход такой рациональный, уже с осознанием, что я хочу, с определенными претензиями, вот это, чтобы не пил, не курил, да, и... И принцем был. Да, 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 определенным планкой, которую нужно порой просто вот сдирать, снимать, сбрасывать. Вот, и есть, например, женщина, скажем так, будем говорить, женщина, которая уже была замужем и вот развилась... И уже родила детей, да, и уже вырастила, и, может, даже не вырастила, может, еще, вы знаете, вот бывает такое, что очень часто разводятся в состоянии, когда детям переходный возраст, что-то такое происходит, почему-то вот в этом возрасте семьи как-то немного там кризис наступает. И вот что ей делать? Вот у нее развод, там у нее печаль, трагедия, что еще? И вот нужно как-то... Вот они, разные форматы. Разные девушки, разные женщины. И все они думают о замужестве, да, об отношениях, о семье. Но все думают совершенно разной подачи. Абсолютно. И с разными целями. С разными целями, да. Буквально сегодня я как раз в эту тему стала погружаться, и я стала листать картинки в интернете, вот это выйти замуж. Там столько веселого можно, значит, прочитать по поводу этих самых целей. Что же там вот в этом замужестве? Замужестве. Да. Вот поэтому нужно себя понимать, а что я хочу? Ну вот смотрите, это тоже не всегда сама можешь сформулировать. Да. Именно поэтому мы об этом говорим. Конечно, девушка в 20 лет, она не сможет грамотно сформулировать, чего я хочу. Ну нет, хотя сейчас тоже девушки разные бывают. Почему? Они хотят, я говорю, хочу свадьбу. Или там вот эсмэска приходит, выходи за меня замуж, из-за анекдотной ситуации, заходи за меня замуж, ты мне кольцо с бриллиантом подаришь, как ты здорово меня отшила. То есть вот у нее, она не собиралась, возможно, даже отшивать, она так, у нее вот об этом, замуж-то об этом. Вот, и у нее всегда у нас есть картинки в голове. Даже маленького ребенка, что он что-то хочет, у него картинка в голове есть, и определенная желаемая есть. И поэтому главное себе не врать. Да. Главное себе сказать, хочу белое платье. И вот это хочу белое платье, дай бог, пусть будет пока так, пока так. И если я хочу белое платье, ну вот пошла, осознала, хочу белое платье, замуж хочу, год как-то поживет, а там разберемся, с Абусова пойдет. И выходим как раз в этот этап следующий, вот это знакомство. Знакомство. То есть первая была подготовка, это когда ты задаешь себе вопрос, чего ты хочешь. Чего хочу. Хорошо, знакомство, что это за этап? Знакомство как раз то самое привлечение внимания. Про которое мы с вами говорили. И опять же здесь, а каким образом я привлекаю внимание? Опять же есть осознанные вещи, когда я просто вот захотела, пошла знакомиться, и там что-то знать, кто приклеился, кто-то приклеился. А если я хочу, например, красивое белое платье, то я буду понимать, что вот этот сережка мне красивое платье не купит, и вот этот, Петька, от него не дождешься. А вот тот, да, Витя, кажется, зовут, по-моему, у него есть возможность купить мне белое платье и красивое свадьбу. То есть мы здесь тоже все равно как-то оцениваем наши возможности. Вот зачем, да, и что в соответствии с целью делается и выбор определенный. И мы уже когда, допустим, понимаем, как он тот, и вот еще, возможно, этот вот нужно вот таких этим привлечь, мы себя начинаем привлекать, исходя из своей цели. То есть недаром звучит, да, у нас такая есть фраза, что ты всегда достойна того партнера, который рядом с тобой. Это правда. Вот я по себе сколько понимаю, по другим сколько понимаю. Это так работает. Так хорошо работает. То есть насколько ты себя оценила, как ты действительно, каким сокровищем ты являешься, такое сокровище будет рядом с тобой. Мы же выделяем из окружающей среды, из того, что там есть все, как в хаосе есть все, но мы выделяем то, что нам, нас привлекает, то, что нам интересно, то, что нам хочется. Хорошо, следующий этап после знакомства. Вот, знаете, я его называю так, когда идет и выявление потребностей, и презентация. То есть это такой одновременный такая игра, когда ты одновременно можешь и поспрашивать что-то, там вопросы позадавать, что-то еще, хи-хи-ха-ха, там кокетничать. И миссис тем, вот эта презентация, да, и узнавать, а что человек хочет, что ему нравится, вот этот вопрос ценностей. А совпадет ли твое платье с его ожиданиями и желаниями подарить тебе это платье, да, еще не факт. И, возможно, ты такая размечталась, сказала, о, вот он, а он там легко раз и отпал, потому что не входило у него совершенно в планы, с чего ты взяла. И начинаются такие маленькие, так, извиняюсь за выражение, обломчики, после которых человек делает, ну, как бы, начинает искать причину, а почему, а что там, где я ошиблась. Хорошо, что если нас спросят про то, что где я ошиблась, они скажут, ах, они такие, свой, кое, и все остальное, гады, не понимают мои вот такие стремления и желания. Замечательного, да, красивого такого, я же замуж, вы что? Вот смотрите, вот именно вот на этом этапе, когда мы презентуем, да, мы еще, для нас это тоже должны быть такими звоночками. Знаете, вот бывает, когда женщина с мужчиной встречается, она ему, она его слушает, он все рассказывает, рассказывает, рассказывает о себе, а ее жизнь совсем не интересуется. Это правда. Но вот здесь ситуация так и такая, я вопрос только задаю. Скажи, пожалуйста, мне, дорогая Олечка, а кто управляет твоей жизнью, ты или кто-то другой? И если ты хочешь замуж, умеешь ли ты управлять вообще ситуацией? А ситуация замужа своей семьи – это поле ведения женщины. И если ты ведешься, он не умеешь направить поток энергии в качестве слов мужчины, который выносит на тебя в нужное русло, как ты совсем будешь жить и работать, да, как ты этим будешь управлять? То есть тут не надо обижаться на мужчину, да, тут надо просто брать все в свои руки, опять-таки, да, получается? У него пошел поток, элементарно нормальная мужская потенция, да, она слова, через слова выражается. Направь крамотно эту потенцию. Хорошо. Какие еще такие могут быть вот для женщины показательные звоночки, да, вот что вот это вот все-таки не мой мужчина или вот, о, да, это мой мужчина? Понятно, что для каждой индивидуально, но все равно, наверное, вот такие вот есть фишечки. Ну, мы все знаем, надеюсь, что многие знают, что есть три точки базовые, которые вот и называют прямо любовью и счастьем, когда есть соединение умственного, да, такого идеи определенного направления, когда есть соединение души и сексуального, вот эти три точки совпадают, то это просто счастье большое. Ну, это бывает редко. И когда, скажем так, звучат, звенят и мигают хотя бы две, уже хорошо. Так вот, первая точка, конечно же, это нижняя. То есть сексуальная. Сексуальная. Плюс в основном голова, а женщина сексуальная, плюс душа и вот то, что у нас здесь находятся, чувства, эмоции. Бывает наоборот. Это просто уже зависит от типа личности, от того, как сорвировала, дала ему природа, потому что есть женщины мужской направленности, есть мужчины женской направленности. И они могут друг с другом вместе замечательно жить. Ну, то есть вот эти же вот три точки являются и таким своего рода клеем на будущее семейной жизни, да? Да, да, да. Смотрите, если, допустим, соединилось сексуальное и умственное у того и другого, у женщины, у мужчины, а чувственная, душевная сторона отошла, то там, скорее всего, будет дружеское сексуальное отношение, когда другу интересно, общаются хорошо, да, и секс замечательный, они просто встречаются, они любовники хорошие, друзья-любовники. А вот семейное всё-таки нужно, это вот на уровне чувств, вот здесь. Поэтому у кого-то это должно быть. Желательно, чтобы у того и другого отзывалось, но всё равно кто-то более ведущий. Понятно. Хорошо. А вот почему вот этому нигде не учат, да? Да. Почему вот этому нигде не учат? Почему же у нас учат, да? Да, нужно просто в институты поступать, да, поступать в институты, где учат на психологов. Хорошо. Лариса, скажите ещё, вот меня что интересует. Всё-таки она добилась этого статуса жены. И вот дальше, как во всех сказках, говорит, и жили они долго и счастливо. Вы, кстати, часто видите такие семейные пары, которые живут долго и счастливо? Насчёт долго видаю, да, счастливо, это смотрится как раз, оглядывается назад, назад, и мы говорим, мы прожили, в принципе, очень такой, ну, и проживаем, продолжаем проживать насыщенную жизнь. И если они вместе, она не может быть ужасной, однозначно ужасной. И однозначно эйфорически тоже не может быть. Но счастье в том, как раз в этом пути преодоления всех этих, да, невзгод, сложности, что ещё и счастье, радости, всё это вместе проживается. Это и есть счастье, вот этот путь. Так вот мы с вами как раз остановились, да, на этапах, значит, подготовка, знакомство, дальше у нас презентация, и потом что-то на... Работа с возражением, так называемый. Самый вкусный, самый сложный этап, как в продажах, так и в отношениях. Вот это то, где мы, что называется, вот когда мы уже практически выбрали то, что нам нужно, но у нас есть сомнения, что-то ещё, вот эта притирочка, вот у нас где-то чего-то колет, как-то, не знаю. И начинается, вот нужно здесь суметь друг к другу пристроиться. Это вот игра в мужа и жену, когда мы ещё не муж, жена, ещё не поженились, у нас ещё нет и такого единого общего дома, но мы уже где-то в паре куда-то ходим, и определённые правила наших взаимоотношений там постепенно формируются. В чём-то? Там есть определённые фишки, определённые моменты, когда мы якорим друг друга, когда мы формируем какие-то ритуалы, и наши, то, к чему мы, у нас будет, для нас будет определённым правилом, к чему мы будем привязываться, праздники, что-то ещё. Основы, да, такие. Да, 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 да. Вот это формируется, поле, да, для того, чтобы, вот что называется, как вот уложить всё хорошо, а давай, давай здесь, договориться о чём-то. То есть получается, что это формируется уже не в браке, да, а ещё в добрачном периоде. Вот, правильно это делать в добрачном периоде, потому что, когда вот это всё происходит... Смотрите, во-первых, когда вот формируют люди, уже находясь в браке, они уже говорят, а мы уже поженились, а можно уже и расслабиться. А может, она говорит, я хочу, чтобы ты была красивая. Да и я не хочу, у меня сейчас нет настроения, и всё. И я буду ходить и кушать плюшки, и полнеть. И в пижаме целый день. Да, 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 вот, и диван не буду заправлять. А вот этого, когда ещё не поженились, мы соблюдаем это, да, вот, чтобы не расстроиться ещё, и вот это нужно сделать до того. Возражения. То есть вот именно вот на этом периоде, если мы понимаем, что что-то где-то трёт, и где-то что-то нам не подходит, то может пара распасться, да? Не то, чтобы распасться, здесь нужно грамотно понимать то, что это нормально. И вот этот момент критического, да, вот формирования, вот не так будем строить, ну, давай мы здесь вот сделаем. Вот то, как покритиковать, то, как поддержать, сказать, да, это мне нравится, а это вот здесь нет, давай как-то иначе. Я хотела бы так, а ты как хочешь, а давай договоримся. И вот этот вот формат взаимоотношений. То есть ещё время компромиссов, да? Конечно, да, да, да. Хорошо, следующий этап какой? Следующий этап как раз-таки вот, когда вот уже всё вот нормально, и хорошо, дорогой мой, марш, а не правильно уже, да, как-то вот формировать, то есть это понимается, опять же, потому что часто очень мужчина, когда видит свою женщину, он говорит, я хочу от тебя ребёнка. И женщина тоже сам, я хочу от тебя ребёнка. А бежать бегом делать ребёнка, да, и тоже впадать в беременность и всё остальное тоже неразумно, потому что, ну, неизвестно, что там выйдет. Ну, будет уже в процессе, будет в процессе плавания, будут уже учиться этому, что делать. Но вот заранее, когда вот есть это ощущение, я хочу от тебя ребёнка, наверное, это именно то. Желательно вот достроить ещё, вот поиграть в мужа и жену. Потому что когда даже родится ребёнок слишком быстро очень, да, скажем, будет ощущение, что мы не познали друг друга просто как отдельных личностей, мы не походили у кого-то вместе. Мы сразу же начали жить ролью матери и отца. Да, да. И будет всё время ощущение, что этого не хватило, и вот это желание где-то ещё получить каким-то образом. И может быть такое, что роль мамы или отца будет каким-то образом двигаться в сторону, а страдает ребёнок. Ну, опять же, зачем? Хорошо. Значит, мы, считаете, дошли с вами до замужества. Да, да, вот там уже нужно делать покупку и продажу. Потому что всё хорошо, а вот не давать-ка всё замечательно. Милая, дорогая, дорогая. Расскажите про свой опыт свахи. О, это был очень интересный опыт. Это уже больше 10 лет назад, с 2003 по 2007 год, ориентировочно было своё агентство. Вы знаете, когда я открыла и начала заниматься этим, во-первых, у меня очень быстрые способности к этому проявились. Прирождённая сваха, да? Вот как-то, не знаю, то есть я, видимо, чувствую людей, понимаю, кто кому что подходит. Знаете, как что называется? Пимпочка в эту, бульбочку, я понимаю, где хорошо стыкуются. Пазлик с пазликом хорошо сошлись. Да, да, да. Получается это. И вот сколько людей, я до того знала, понимала, и когда начали приходить ко мне люди со своими запросами, у меня моментально вот эта шкала расширилась очень сильно от того, какие люди разные и что они хотят. Это первое такое было для меня. Я потом освоилась, ладно, приходят люди с определёнными запросами. И вот эта нестыковка запросов, женщины хотят это, мужчины хотят это, в принципе у меня было одинаково, ориентированно 50 на 50. Мужчины и женщины, мне ещё удивлялись другие мои конкуренты, как так? Ну, вот так у меня получается. Но женщина хотела вот одного, а мужчина вот как-то вот так вот. И некоторые сходились. И вот, естественно, там мужчины больше хотят, у них сексуальная направленность, женщины больше направленность на семейные отношения. И их нужно было каким-то образом помочь им состыковаться на какой-то золотой середине, только самая компромиссная, как говорится. И ещё что хотелось бы сказать. Вот знаете, как чувствуется, когда приходят люди подходящие, когда понимаешь, кто кому подходит, что ещё это видно. А вот недорого же на Руси всегда этот институт свахи, да? Даже в стихах. Ты свахи заплати и выбери лучшую. И тогда не будешь знать бед со своей женой и со своими детьми в будущем. Это правда, да. Да, ну что ж, спасибо большое. Сегодня у меня в гостях в программе практической психологии была практикующая психолог и тренер Лариса Свиднева. И мы говорили о том, как выйти девушке замуж. Спасибо вам большое. Всего самого хорошего. Спасибо. С вами была Надежда Бушмировна, практикующий психолог семейный. И, конечно же, слушайте нас по вторникам и по субботам. Всего доброго. Практическая психология Субтитры создавал DimaTorzok